Да, солнышко выглянуло, но, к сожалению, только плюс 9 градусов, поэтому я тут в теплом свитере и в шерстяных носках, но это не мешает сегодняшний вебинар проводить. И тема у нас сегодня интересная – сервис Genial для создания интерактивного контента. Об этой теме меня попросили сами слушатели. В прошлом году был запрос, просьба рассказать об этом сервисе, о его возможностях. Выполняю просьбу, поэтому вебинар будет посвящен этому сервису, о котором говорят все и которым пользуются многие. Расскажу о его основных возможностях, опциях, шаблонах, настройках, ну и в конце немножко сакрального знания от продвинутых пользователей Genial. Конечно, объять все невозможно, но я постараюсь максимально все, что знаю, рассказать. Плюс будет много примеров. Если вы сами работаете в Genial, то тоже можете свои примеры добавлять в чат. Ну и все комментарии, естественно, тоже приветствуются. Если какие-то вопросы будут, я по ходу или в конце вебинара на них постараюсь ответить, как обычно. Итак, ну для начала давайте я сразу вам ссылку на сам сервис отправлю. У нас вебинар больше для начинающих пользователей, для тех, кто уже продвинутый пользователь, знает обо всех возможностях. Возможно, информация какая-то будет ему уже известна. Но для начинающих пользователей напомню, что это за инструмент и для чего он вообще нужен. Это хороший интерактивный инструмент, онлайн-сервис, который работает в вашем браузере. То есть скачивать ничего не нужно. Вы работаете с подключением в интернет прямо на своем компьютере. Это хороший сервис для создания разного интерактивного контента. Здесь можно создавать дидактические ресурсы, презентации, игры, интерактивные плакаты, карты, викторины, инструкции, гайды, справочные материалы, видеопрезентации, резюме, посты для социальных сетей и многое-многое другое. Если посмотрим на его возможности, то увидим, что он представляет более тысячи шаблонов в 12 категориях. Но это и платные, и бесплатные. Я в общем их посчитала. Хотя бесплатные тарифы тоже очень достойные. Второе преимущество этого сервиса в том, что все работы, которые вы создаете, они все сохраняются у вас в личном кабинете, в облачном хранилище. И вы можете бесконечное количество раз их редактировать. Возвращаться к ним снова и снова, они никуда не исчезнут из вашего личного кабинета. Появилась опция совместной работы, которая позволяет работать над одним ресурсом сразу нескольким человеком, особенно если это какой-то очень значимый ресурс, очень объемный. Вы можете подключить других пользователей и совместно редактировать свой проект. Ну и самый большой плюс – это то, что количество создаваемых работ здесь никак не ограничено. У сервиса есть несколько тарифов, есть бесплатный. О нем сегодня и будем говорить. Я знаю, что есть очень многие счастливые обладатели тарифов PRO, Education и других платных возможностей, но, к сожалению, сейчас даже если мы захотим его купить, это все не получится, поэтому ориентируемся на бесплатные возможности, и они, в общем, очень неплохие. Итак, для того, если вы впервые на сервисе, то вот если вы по ссылке перейдете, увидите примерно такую стартовую страничку, нажимаем на большую синюю кнопку, либо справа, либо внизу, Start now, it's free, и начинаем регистрацию. Для регистрации здесь не так много нужной информации. Если у вас есть аккаунт Google, можно через него, но я предпочитаю по старинке через электронную почту. Указываем имя или никнейм, почту, свою электронную пароль и соглашаемся с условиями сервиса. Вот, собственно говоря, и вся регистрация. Правда, потом, когда мы уже нажмем на эту кнопочку «Зарегистрироваться», придет письмо с подтверждением, как обычно, если вы уже работали в онлайн-сервисах, знаете эту технологию, нужно подтвердить свой аккаунт. И будет несколько вопросов, они достаточно простые. Вам нужно написать, какой аккаунт вы создаете на выбор, «Корпоративный аккаунт» или «Учительский». Выбираем «Учительский» и дальше поинтересуются вашей профессией. Выбираем из списка, там есть «Профессия учитель», вполне нормальный вариант, я его выбрала. И спрашивают место работы, выбираем любую школу. Ну, «Миддлскул» я выбрала как среднюю школу. Вы можете любой другой вариант выбрать. Сервис такую небольшую статистику собирает. Это вот такие предварительные шаги, все очень быстро происходит. И мы, собственно, уже оказываемся в личном кабинете. И смотрим на возможности сервиса. Можно практически сразу же открываются все шаблоны. Мы можем их посмотреть или слева в вертикальном меню, или по центру вот в виде таких плашечек. Понажимать, посмотреть, что находится внутри. Давайте я вам озвучу, что здесь есть. 9 значков у нас по центру для создания разных форматов. Презентация, инфографика. Геймификейшн – это у нас игры, викторины, квизы, квесты, все, что связано с игровой составляющей. Интерактивные картинки. Если вас смущает английский язык, то с помощью Google-переводчика можно переводить на русский. Правда, не всегда это будет корректно. Но если это вам поможет, то, пожалуйста, правой клавишей мыши перевести на русский. Итак, интерактивные картинки, интерактивные плакаты. Дальше – видеопрезентация. Гайды – это различные руководства, справочные пособия. Я в конце вебинара покажу несколько примеров, что это такое. Training materials – это разные дополнительные материалы. Раздел будет более интересен, наверное, педагогам. Здесь разные учебные единицы, ментальные карты, ленты времени, флеш-карточки и так далее. Вот такие учебные материалы можно здесь поискать. Кнопка Mo – она открывает такие форматы, уже менее востребованные, хотя под этой кнопкой можно найти, например, различные посты для социальных сетей. Вот там поискать, если вы для социальных сетей создаете контент. Ну и последняя кнопка Blank creation – это пустое содержимое, например, пустая презентация белая, на слайды которой вы будете наносить свой контент самостоятельно. Если вы только начинаете работу, то я советую сначала начать с шаблонов. Это проще, чтобы сориентироваться в самом сервисе. А если вы уже опытный пользователь, то можно начать с нуля. Итак, давайте от простого к сложному пойдем. Я расскажу, как создавать интерактивную картинку или интерактивный плакат. Вот этот вариант. Это самый простой вариант, и он никак не ограничен. То есть здесь нет ограничений по платности, бесплатности. Просто нажимаем на кнопочку, и можно приступать к работе. Интерактивный плакат, интерактивное изображение – это фото, либо вообще любая картинка, которую мы загружаем с компьютера. И на эту картинку накладываем интерактивные метки. Нажимая на эти метки, читатели, пользователи открывают дополнительную информацию. Тексты, картинки, может быть, переходят по гиперссылке на какие-то другие веб-ресурсы. Там знакомятся с информацией. То есть это возможность в одной фотографии совместить много-много контента. Давайте, чтобы далеко не ходить, несколько примеров я вам в чат отправлю, какие бывают интерактивные плакаты. Вы можете сфотографировать свою выставку в библиотеке, например, и прикрепить интерактивные метки. Пожалуйста. Тогда вот такой вариант получится. Метки вот в виде таких вот маркеров небольших на фотографии. И щелкая по этим меткам, у нас будет открываться информация. Мы будем какие-то всплывающие окошки видеть и смотреть, знакомиться с выставкой в виртуальной действительности. Дальше. Это может быть игровой плакат. То есть здесь мы переходим по меткам и начинаем участвовать в различных играх, тестах, викторинах и так далее. Вот такой вариант. Далее. Еще варианты. Обычный тематический информационный плакат чаще всего. То есть у вас есть какая-то тема, вы создаете какую-то картинку, например, в PowerPoint-е слайд создаете, наносите на нее какие-то изображения, какие-то тексты, если вам необходимо. Ну вот что-то вроде этого. Ссылочка, пожалуйста, в чат. И дальше наносите поверх этой картинки интерактивные метки уже в самом сервисе Generi. То есть возможности расширяются много. То есть вы можете просто такую картинку разместить на сайте, а можете добавить к ней интерактивности, и тогда пользователь получит намного больше информации, чем заложено изначально в самой картинке. Давайте смотреть, как это все работает изнутри. Итак, у нас есть картинка, мы ее загружаем. Ограничение здесь на загрузку до 5 мегабайтов. То есть обращаем на это внимание, если картинка у нас тяжеловатая, лучше ее как-то оптимизировать, сжать. Итак, загружаем изображение. Мы можем его добавить по ссылке, не обязательно с компьютера, можно из Google Drive, из Google Аккаунта, если он у вас есть, оттуда можно загрузить. Нажимаем Accept, принимаем. На этом этапе, на этапе загрузки у нас появится значочек, можно обрезать картинку. Если что-то лишнее в кадр у вас попало, или вы неожиданно подумали, что картинку надо как-то изменить, здесь есть функция обрезки, можно ее немножко подрезать. Далее. Ну вот я загрузила какую-то, у меня фотография выставочная была, и, собственно, тут же перехожу к созданию интерактивных меток. У нас панель инструментов находится с левой стороны. Кнопочки все открывают дополнительное меню, из которого мы выбирать будем наши элементы. Я предлагаю пока сосредоточиться на кнопке Interactive Elements, интерактивные метки кнопки. Вот я ее нажала, и открылось вот такое меню. Здесь мы видим различные виды кнопок. Есть обычные кнопки со значками, buttons они называются. Есть кнопки с текстом. Текст можно менять. Здесь на английском написано, мы можем это стереть и написать по-русски. Дальше есть просто маркеры, которые показывают какие-то значки, что-то обозначают. И дальше это поле можно листать, листать, листать вниз, и вниз там будут невидимые метки. Ими закончится. Ну давайте с видимых начнем. Как выбираем метку, которая нам понравится. Чтобы их все открыть, нажимаем Show More. Вот в красную рамку я вынесла. Откроются вообще все, которые в этом разделе есть. Выбираем подходящую. У меня был плакат, связанный с Великой Отечественной войной, поэтому у меня значки в виде звездочек. Итак, я эту звездочку вынесла на экран. Щелкнула по ней звездочку, можно перекрасить. Вверху появится поле для перекраски. Вы можете изменить ее цвет. А если подергать за ограничительные маркеры, то и размер. Можно ее побольше, поменьше сделать. Две кнопки, которые появятся наверху. Одна такая с пальчиком, синенькая. И вторая с падающей кометой. Вот тот, который с пальчиком, она отвечает за добавление интерактива. То есть вот нажав на нее, мы начнем добавлять интерактивный контент. Если нажмем на комету, то мы добавим анимацию. Ну давайте по порядку. Начнем с интерактивного контента. Говорила я про невидимые кнопочки. Если, допустим, интерактивных меток у вас много, они загрузят у вас всю фотографию, самой фотографии будет не видно, предлагаю воспользоваться кнопочкой Invisible Area. Невидимая кнопка или невидимая метка. Но я вам сейчас ссылочку отправлю в чат, как это все смотрится. Если вы выберете эту опцию, нажмете на этот значок, который я в красную рамку вынесла, то появятся вот такие вот прямоугольнички. Вы их растянете на объект, который вы хотите сделать в качестве метки. Ну, например, у меня вот тут личные вещи на столе лежат писателя. И я хочу каждой личной вещи прикрепить более качественное ее изображение, более крупное. Для этого я выбрала кнопку Invisible Area, выделила мышкой вот само это изображение и добавила через пальчик интерактив. Таким образом получились невидимые кнопки. Вот такой вариант возможен тоже. Итак, мы выбрали либо видимую, либо невидимую, без разницы. Нажали на значок с пальчиком, и нам открываются возможности интерактива. Есть старенькая, есть новенькая. Давайте сначала про старенькая. Первое. Tooltip. Это интерактив, когда он в виде всплывающего окошечка. Как правило, либо это одна картинка, либо это одно предложение текста. То есть что-то очень небольшое. Мышкой подводим к метке, и всплывает окно. Чаще всего используется второй тип интерактива, называется он Window. Это окно, которое открывается, и внутри этого окна вы можете вставить большое количество интерактива, какое только захотите. Тексты, картинки, видео, аудио. В общем, все-все-все-все. Если у вас много информации, то выбираем Window. Окошки можно по размеру. Есть Window Latch, это самое большое. Есть Medium, средненькое. И если не очень много информации, выбираем Small, маленькое. Можно менять, если вам не понравилось большое, можно вернуться в редактирование и сделать другого размера. Дальше. Go to page. Это больше подходит для презентации. Если у нас интерактивный плакат всего из одной картинки, то эта кнопка нам не нужна. Это вообще кнопочка для того, чтобы переходить на следующую страничку. Не обязательно на следующую, вообще на любую, если у вас многостраничный проект. К этой кнопке мы вернемся, когда будем говорить о презентациях. Вот там она понадобится. Дальше. Link. Во второй ряд переходим. Link – это кнопка на веб-ресурсы, на дополнительные. Например, у вас есть статья на Википедию. Переход на нее. Там, я не знаю, все что угодно. Допустим, ссылка на какой-то портал или на электронную библиотеку, где можно книгу прочитать. Вот такой вариант. Тогда выбираем Link. Дальше. Кнопочка Fullscreen. Это новенькая кнопка. Она позволяет открывать изображение на весь экран. Но не совсем на весь. Я его протестировала. Чуть позже покажу, как она работает. Она у нас сейчас неактивная. Мы видим серенькая, потому что мы работаем с интерактивным плакатом. Она приспособлена для остальных форматов, и поэтому она здесь нерабочая. Если выбрать ее, то у вас картинки в вашей презентации, например, появится значок с лупой. И вы можете картинку развернуть покрупнее и посмотреть ее поподробнее. Дальше. Ну и кнопочка Аудио. Это вообще отличная вещь, которая появилась. Я мечтала об этой кнопке. Она появилась. Что это такое? Это для проигрывания аудиофайлов. То есть, например, если вы на нее нажмете, начнет проигрываться музыка. Например. Либо какой-то голос за кадром вам что-то расскажет. Сразу скажу, что здесь начинаются ограничения, потому что с компьютера аудиофайл вы загружить не сможете. Это платная опция. Бесплатно можно добавить аудио по ссылке. То есть, если, например, у вас аудио на каком-то сайте расположено, и на нее есть ссылка на эту композицию, вы можете добавить по ссылке. Или можете подключить к компьютеру и озвучить своим голосом, записать какой-то голос за кадром. И у вас будет еще и плакат говорящий и музыкальный, если это вам необходимо. Давайте посмотрим в винду. Тут самый сложный вариант. И чаще всего именно его выбирают. Вот так выглядит окошко в винду. Вверху смена размеров. Small, Medium, Large. Я люблю Medium, средние окошки. Но мы можем переключаться. И сразу можем увидеть, какого размера будет выглядеть окно. Итак, смотрим. У нас здесь можно добавить текст. Есть основные инструменты для редактирования текста. Шрифт, размер, цвет и тому подобное. В красную рамку я вынесла дополнительные инструменты. Давайте по порядку. Гиперссылка. Значок с цепочечкой. То есть, вы внутрь текста можете выделить мышкой какой-то фрагмент текста, либо слово, предложение, и добавить к нему гиперссылку. Дальше. Следующая кнопочка добавляет картинки. Картинки очень просто с компьютера добавляются. Ограничения все тоже до 5 мегабайт. Дальше. Следующая кнопочка с такой кинокамерой добавляет видео. Видео добавляется с YouTube по ссылке, либо с Google Диска. Далее. Таблица. У вас открывается поле для создания таблицы. Вы выбираете количество столбиков, количество строчек. Но все как обычно. Вот в Word редакторе, как это работает, здесь то же самое. Ну и последняя очень интересная кнопочка, косые скобки, я ее называю. Наверное, у нее есть какое-то специальное название, точно знаю, что есть. По-моему, слэш она называется. Ну вот, если вот эти косые, вот эту последнюю кнопку нажать справа, то мы можем добавить встраиваемый объект. Что это такое? Ну, например, у вас есть викторина, которая создана вообще в другом сервисе. В Ленинепс, например, в Удобе. У вас есть какой-то аудиоплеер, созданный тоже в каком-то сервисе. И вы все это хотите вставить в это окно. И такая возможность есть. Вам нужно от вашей викторины, от вашего аудиоплеера, от презентации взять код. Ну, я думаю, все знакомы, что это такой и фрейм-код, и эмбет-код. Его скопировали. И возвращаемся к нашему окошку. Нажимаем на косые скобки и открываем HTML-разметку. Вот так она выглядит. Не пугаемся. Здесь программистам все понятно. Нам этого не очень. Но вот синим цветом у меня выделен этот самый код, который я скопировала. Это был у меня сервис H5P. У меня там был аудиоплеер с записью стихотворения. Я скопировала и вставила в нужное место. То есть у меня идет текст, например, читает Михаил Недзельский. Имя чтеца. А дальше, по идее, я после этого должна вставить этот плеер. Вот я его и вставила вот сюда. Копировать, вставить. Дальше надо посмотреть, как это вставилось. Нажимаем опять на эти самые косые скобки второй раз. И возвращаемся назад. Вот, пожалуйста, читает Михаил Недзельский. И вот внизу мой аудиоплеер добавился. Так оно работает. Точно так же происходит с викториной. Копируете код, вставляете. Повторное нажатие на кнопочку. И смотрим, как это все встроилось. Я встраивала сюда и викторины, и аудиоплееры, и гугл-презентации. Много что встраивала, все работало. Обязательно не забываем на кнопку «Сейв» внизу «Сохранить». Окошечко закроется, и первая интерактивная метка у нас готова. Переходим к следующей. Итак, метка за меткой. Мы наполняем наш плакат интерактивом. Что у нас с анимацией? Мы можем эти кнопочки, эти метки анимировать. Для этого нажимаем на значок вот с такой кометой. Открывается поле уже с правой стороны. Это настройки анимации. Я подписала, чтобы было понятно, что и что. Анимация на вход, то есть когда метка появляется. Анимация на выход. Она может быть не так актуальна. А эта метка появилась и потом исчезла. Анимация на движение. То есть она бесконечно будет двигаться. Подпрыгивать на месте, справа налево и так далее. И анимация на курсор. Например, если вы подводите курсор, то она начинает пульсировать, увеличиваться в размерах и тому подобное. Мы можем выбрать направление анимации, скорость, это чуть ниже, и эффекты различные. Они здесь по-английски названы, но мы можем просто все пощелкать, посмотреть, как что выглядит и остановиться на том, что нам понравилось. Вот так очень подробно настраивается еще анимация. Если у вас плакат серьезной тематикой, возможно, без анимации можно обойтись. Если хотите как-то более увлекательно это сделать, то, пожалуйста, в раздел Animation. Это что касается интерактивного плаката. Когда мы все сделали, когда у нас все сохранилось, нажимаем на значок All Set. Вот вверху вон такая синяя большая кнопка с ракетой. Мимо не пройдем. Нажимаем. И после этого происходит публикация. После публикации нам предлагают варианты. Можно взять ссылку, линк. И можно взять код, insert. Код двух видов. Вид скрипт и вид eFrame. Какой код вам подходит для сайта, такой выбираем. Но чаще всего выбирают eFrame, это самый первый. Он подходит на все виды сайтов и блогов. Копируем, вставляем на сайты в блог, сохраняем. И у вас ваш продукт появляется на сайте библиотеки, например. Ссылкой можно делиться в социальных сетях. Вконтакте, например, взять ее, скопировать и поделиться в соцсетях, если необходимо. Вот так довольно несложно здесь работать. Интерактивный плакат, повторяю, самое простое. Давайте посложнее посмотрим варианты. И посмотрим инфографику. По сути, это тоже плакат. Он тоже может быть интерактивный. Это какой-то слайд, на который вы наносите картинки, тексты. И представляете информацию более зримо, более образно с помощью картинок. Ну, в общем, я думаю, формат инфографики вам знаком. Не буду уже более подробно. Просто покажу примеры, какие инфографики можно встретить, сделанные с помощью сервиса Genial. Например, в виде инфографики можно сделать календарь знаменательных дат. Ой, перескочила я. Вот так. Календарь знаменательных дат. Вот так он может выглядеть. То есть у нас есть какие-то картинки, у нас есть тексты. И плюс мы видим, есть интерактивные меточки, уже нам знакомые. То есть, по сути, очень похожи на интерактивный плакат. Дальше. Можно сделать вот такой вариант. Информационный горизонтальный плакат. Среди шаблонов вы увидите, что есть и горизонтальная инфографика, и вертикальная. Вот это вариант с горизонтальной. Сделано по шаблону. И вертикальную. Я перепутала ссылки, дала вам вертикальную. Вот это горизонтальная. Вот горизонтальная, которая сейчас на экране, это последняя ссылка. А предпоследняя была вертикальная. Вот такая. Это мой примерчик. Сделано все по шаблону. Давайте смотреть, какие шаблоны. Шаблоны здесь вот такие. Здесь есть отдельно горизонтальная, вертикальная. Есть еще раздел диаграммы. Если хотите, можно сделать интерактивную диаграмму. Они не такие красивые, как инфографика, но тоже, как вариант, может быть, вам нужна такая для статистики, для каких-то красивых статистических графиков, отчетов. То вот диаграммы можно выбрать. Итак, здесь уже мы ничего не грузим. Здесь мы уже выбираем шаблон. Обязательно вверху красная рамка All Free. Что это означает? Нам нужно из выпадающего списка выбрать все бесплатные, потому что вам сразу предложат все премиальные шаблоны, и вы очень огорчитесь, если увидите, что они не работают. Поэтому сразу отсортируем. Все бесплатные смотрим. Те, которые новенькие, помечены значком New. Мы видим, что здесь есть и карты, и ленты времени, и просто инфографика, и разные сравнительные варианты с картинками, без картинок, с графиками, без графиков и тому подобное. Я думаю, вы догадались, что нужно сделать с этим шаблоном. Его можно переделать, перекрасить, убрать те картинки, какие есть, добавить свои, нанести интерактивные метки, если необходимо, и настроить анимацию, если она нужна. Давайте посмотрим, как это все работает. Итак, по поводу карты еще забыла вам сказать, что можно еще сделать здесь в виде инфографики, но карту. Тоже сделано по шаблону. Вот такая вот карта. Итак, поле нам уже совершенно знакомое. Мы с ним сталкивались в интерактивном плакате. Давайте я покажу остальные кнопки, про которые не рассказала в связи с плакатиком. Итак, по парадку пойдем сверху вниз. Текст. Эта кнопочка добавляет тексты в инфографику. Мы щелкаем, выбираем из меню подходящий вариант текста. Здесь есть обычный заголовок, подзаголовок, просто текст, маркированные списки и разные красивости внизу с разными шрифтами. Вверху поле для редактирования текста. Его можно вырезать, копировать, удалить, закрепить на слайде. Для чего это нужно? Это значок с замочком вверху, для того, чтобы у вас текст не двигался по слайду. То есть вы его поставили сразу в это место, закрепили, и он никуда у вас не денется, будет стоять на месте, как бы вы шаблон не видоизменяли. Здесь есть рамочки. Это уже для рамочки полупрозрачность, это уже такие дополнительные эффекты. Самое главное, что, наверное, нас здесь будет интересовать, это шрифт. Вот я его в красную рамку и вынесла. По умолчанию в шаблоне уже какой-то шрифт применяется. И самая большая проблема в работе с одноязычными сервисами – это то, что не все шрифты поддерживаются. Поэтому здесь методом экспериментов, научных тыков, мы определяем шрифт, который нам подойдет. Просто открываем весь список и выбираем. Чуть дальше я вам покажу маленькие подсказки по работе со шрифтом. Дальше знакомые нам кнопочки – толщина, наклон, размещение в центре, сбоку, слева, справа и тому подобное. Все знакомые кнопки, которые необходимы для редактирования. Что касается шрифтов. Вот, пожалуйста, я эти слайды просто проверну. Это слайды со списком шрифтов, которые поддерживают русский язык. И сразу здесь примерчик, как он выглядит. Это по алфавиту. Мой любимый где-то здесь есть, он называется «Неуча». Вот он во втором столбике в самом верху. Это мой любименький. Ну вот, это вам просто справочная информация. Соскачайте презентацию, она останется с вами. Чтобы не мучиться, не выбирать шрифт при работе, перелистывая все-все-все, а там список очень большой, можно выбрать из этих моих слайдов. Итак, с текстом определились, здесь все несложно. Сразу скажу, что к тексту можно прикреплять гиперссылки и можно тоже добавлять интерактив, если захотим. Допустим, вот на надпись «Лапланский заповедник», если вы по моей ссылке перейдете. Нажимаем на надпись «Лапланский» и откроется вам статья про «Лапланский заповедник». То есть я здесь добавила просто гиперссылку. Можно интерактивную метку поставить рядышком. Вот, например, «Северная олень», у меня рядом стоит интерактивная меточка, нажимаем на нее, открывается статья про «Северного оленя». Таким образом это работает. Теперь пошли к картинкам. Это следующая кнопочка, называется «Имидж». Здесь есть небольшая библиотека картинок. Вот она, «Кастом». Нет, она по-другому называется, со слайдом несложно прочитать. Но, в общем, она есть. Вот она. Картинки здесь специфические, можно, конечно, поискать, но она здесь очень небольшая, поэтому чаще всего берем свою картинку, загружаем с компьютера. Как загружать? Нажимаем на серенькую плашечку, я ее в красную рамку вынесла. Вот у меня готовая картинка. Появилась на экране, и мы видим, что здесь есть тоже значок с пальчиком. То есть можно интерактивный контент добавить, как к метке. И можно анимацию добавить. Я уже показывала, как это делать. То есть эту картинку можно заставить двигаться, перемещаться, увеличиваться, уменьшаться и так далее. Вот здесь как раз, если нажать на интерактив, мы можем применить опцию фуллскрин, сделать фотографию большой. И я попробовала это, как получилось, по ссылке про заповедники можете посмотреть. При наведении курсора на эту картинку будет появляться лупа. Щелкаем второй раз и открываем ее в большом формате. Картинки, правда, у меня не самого лучшего качества, поэтому, может быть, на фуллскрин они не тянут. Но я попробовала, мне функция понравилась, взяла я себе на заметку. Идем дальше. Дальше специфические пошли кнопки именно для инфографики подходящие. Ресурсы. Что это такое? Это разные иконки, формы, графики и схемы. Чарты. Вот тут тоже все открывается, все можно посмотреть. Без иконок инфографика не обходится. Там разные значочки, которые помогают нам доносить информацию. Поэтому обращаем на этот раздел пристальное внимание. Картинку можно перекрасить. Вот я иконку с карандашиком добавила, она черная. Вверху есть значок с черным квадратиком. Это как раз значок для перекраски. Можно ее перекрасить в красный, зеленый, какой хотите цвет. И видим, что опять знакомые нам кнопки. Есть у нас пальчик, есть у нас комета для того, чтобы добавлять к этой иконке интерактив. То есть любой объект на экране, текст, буква, цифра, значок, картинка, гиперссылка, все можно разнообразить интерактивным контентом. То есть было бы желание и возможности. Интерактив тоже можно добавлять. Дальше. Интерактивные элементы я уже показывать не буду. Здесь все точно так же, как и в плакате. Дальше. Хорошая вещь – Smart Blocks. Это такие красивые, красочные, разные диаграммы и схемы. В PowerPoint такое тоже встречается. Smart Art, по-моему, это называется. Здесь они тоже присутствуют. И замечательно, что они бесплатные. Их можно использовать. Пожалуйста. Здесь уже есть и текст, есть и иконки, есть и картинки. Добавляем что-то свое, меняем тексты, естественно. Ну и интерактивные метки уже расставили. Остается к ним только контент какой-то прикрепить. Можно вот таким образом очень красиво тоже что-то отобразить, какой-то процесс, например, как здесь у меня на экране. Дальше интересная кнопка – Insert. Это кнопка для встраивания объектов, для добавления аудио и видео. Я про аудио уже немножко начала говорить. Аудио здесь ограничение. Поэтому раздел «Ее компьютер» я пропускаю. Это для премиальных тарифов, для платных. Нас будет интересовать кнопочка «Record and Audio», записать звук. То есть это то, что я говорила. Подключаем микрофон, наговариваем текст, у нас будет голос за кадром. Можно озвученную инфографику сделать, либо озвученную презентацию. Про презентацию чуть позже. Дальше. Можно добавить аудио по ссылке. Внизу есть такие значки, сервисы, которые поддерживаются. То есть видим, что здесь YouTube поддерживается, SoundCloud и некоторые другие инструменты. Можно попробовать поэкспериментировать с другими сервисами, на которые посмотреть, поддерживается ссылка или нет, с каких-то других сайтов. Озвучить двумя способами можно. Либо через кнопку «Insert», либо у вас навязчивый такой значок будет всегда появляться вверху. «Add Background Audio». Он появится в самом верхнем поле. Ну вот, я его в красную рамку вынесла, чтобы было виднее. Вот через эту кнопку можно добавить. Он будет появляться у вас при инфографике, при презентациях, практически при всех работах, которые вы будете здесь создавать. Он будет настойчиво вам советовать добавить фоновую музыку, либо фоновый голос, если хотите. Я не очень люблю фоновую музыку, сразу признаюсь, меня она отвлекает. Я не аудиовизуал, я больше визуал, чем аудио. Но если вам нравится, то, пожалуйста, можно использовать и озвучить музыку, все что угодно. Дальше. Про «Background» и про «Pages» я расскажу уже ближе к презентациям. Может быть, для инфографики это не очень актуально. «Background» позволяет фон редактировать, а «Pages» позволяет добавлять новые странички. Страницы вы можете добавить в любую работу. Вы можете добавить многостраничный интерактивный плакат, можете многостраничную инфографику создать из нескольких, если у вас на один не помещается. Но больше эти функции актуальны для презентации. Дальше. Я перебежала про аудио, начала рассказывать про видео. Видео тоже я уже немножко говорила, что добавляется через ссылку из YouTube и через Google Диск можно добавить. И есть тут еще раздел «Addis». Это для встраиваемых объектов. Помните, мы встраиваемые объекты вставляли в окошке в интерактивном плакате. А можно встраиваемый объект прямо на саму инфографику встроить. Это еще проще делается. Опять-таки нужен код. Мы его копируем в окошечко, нажимаем кнопку «Insert» вставить, и у нас он появляется. Вот я взяла «Crossword» вставила. Может быть, к инфографике он не очень относится. Но так или иначе, можно игровую инфографику сделать. Почему нет? Вставить туда «Crossword», «Rebus» какой-нибудь, я не знаю, еще что-нибудь игровое. Таким образом, можно воспользоваться кнопкой «Addis». Внизу опять много-много значков. Это список сервисов, которые поддерживают загрузку. Но, собственно говоря, я от «LoninF» вставляла, «Udobu» вставляла, очень много что вставляла, все работает. Вот. Поэтому, надеюсь, у вас тоже получится. Итак, это что касается инфографики. Ну, к презентациям, раз я о них уже много раз упоминала, давайте про них поговорим. «Presentations» – шаблон называется, один из самых часто спрашиваемых. Он и в первом списке выходит. Опять-таки, когда будем выбирать, обращаем внимание, что нам нужны шаблоны «Free». Давайте опять ссылочками вас порадуем. Итак, чаще всего я, например, использую этот шаблон для создания виртуальных выставок. Это моя последняя работа. Дальше. Можно создавать виртуальные путеводители. Ну, например, по достопримечательностям города, по литературным героям, по литературным жанрам, да все что угодно. Пожалуйста, вот такой вариант. Можно создавать интерактивные карты. Например, у нас на стартовой странице будет карта населенного пункта, а дальше нажимаем на интерактивные метки, открываются слайды презентации, и мы можем знакомиться с дополнительной информацией. Можно сделать просто презентацию, разнообразить ее, например, игрой. Внутрь презентации можно вставить игру. Обычную, стандартную, может быть, не так интересно смотреть, а вот с игрой, пожалуйста, про полярного мишку, например. Можете пока походить по ссылочкам, полистать, посмотреть, как все работает, а я пока буду рассказывать, как это все делается. Итак, чем презентация отличается от предыдущих форматов? Кроме интерактивных меток, у презентации есть еще функции внутренней навигации. Это значит, что вы можете перемещаться между слайдами. Это очень удобно, если вы создаете виртуальную выставку. Вот, например, у меня в выставке было 8 разделов. Понятно, что все 8 пролистать, ну, может быть, нереально, да, а может быть, пользователю просто это не нужно. То есть ему нужно просто прочитать про творчество писателя и посмотреть библиографию. Вот, и все. А может, кому-то интересно аудио послушать или видео посмотреть. Для этого и нужна внутренняя навигация. Это навигация между слайдами. То есть нажимая на вот эти вот плашечки с названиями разделов, на эти стрелочки, мы переходим в нужный раздел. Для этого существует все та же знакомая нам опция интерактивных меток. Только они теперь служат не для того, чтобы прикреплять к ним информацию, а для переходов между слайдами. Вот я сейчас расскажу, как эту навигацию сделать. Ну, начнем мы, естественно, с шаблона. Выбираем бесплатные, само собой. Смотрим, какие тут есть. Они разные. Здесь много тематических шаблонов для учителей, наверное, будет полезно. По математике, по биологии, по химии и тому подобное. Есть какие-то стандартные вещи, есть литературные шаблоны, есть универсальные. Полистаем, посмотрим. Здесь количество шаблонов постоянно увеличивается и меняется. Обращайте внимание на то, что некоторые шаблоны, которые раньше были платными, вдруг становятся бесплатными. Это очень приятно. Правда, бывает и обратный процесс. Если вы ненароком, например, создали шаблон, который был бесплатным, а потом он резко стал платным, то ничего страшного, у вас не исчезнет. Эта работа из личного кабинета, она сохранится. Так что не пугаемся, выбираем все, что возможно, из бесплатного. Итак, я выбрала вот такой шаблон. Это универсальный шаблон для создания, например, книжной выставки. Вот так он выглядит. Я нажала, и мне сразу весь возможный список оформлений выдало. Здесь несколько разных типажей с картинками, с текстом и тому подобное. Курсорчиком я отмечаю нужные мне варианты. Можно прямо все выделить. И прямо внутрь презентации добавить. Можно по одному выбирать. Сразу забегу вперед, можно вообще выбирать слайды из разных шаблонов. Правда, их придется всех перекрашивать под один манер, чтобы они были друг на друга похожи. Но теоретически это возможно. Но я выбрала стартовый слайд, вот этот Project Title. Нажала на кнопку Add, добавить, и открыла его для редактирования. Вот он у меня открылся. Давайте сразу про перекраску. Знакомые нам кнопки, я уже второй раз про них рассказывать не буду. Эти кнопки добавляют контент. Как мы в инфографику вставляли, здесь точно так же вставляем на слайды презентации. Итак, перекрашиваем фон. Background для этого есть кнопочка. Открываем. У нас здесь открываются две вкладки Canvas и Base. Здесь такая многослойность начинается. Что есть что. Я сама иногда путаюсь, что из них есть что. Итак, Canvas – это вот белое поле, на которое мы, собственно, пишем рабочее поле, рабочая область. Можно сделать белой, можно загрузить картинку в качестве фонового изображения, можно перекрасить в какой-то цвет, как угодно. Color отвечает за перекраску, ее компьютер отвечает за загрузку изображений с компьютером. Можно по ссылке добавить изображение. Дальше. Вторая кнопка Base отвечает за подложку. Это вот это вот цвета морской волны. То, что выходит за грани рамочки, вот это будет подложка. Вы можете их сделать одинаковыми, можно сделать разными. Можно сделать одну белую, вторую цветной. Опять-таки, в качестве базы можно загружать и изображение для более красочности. Тут, в общем, поле для экспериментов большое. Это что касается бэкграунда. Вот, например, теперь переходим к внутренней навигации. Я слайды перекрасила. Я, допустим, расставила здесь метки. Вот у меня есть со ссылочками меточки. Это ссылки интерактивные, знакомые нам по плакату. Они ведут в электронную библиотеку сервиса. В электронную библиотеку можно на них нажать, открывается книга, ее можно читать. Вот. Но есть тут у меня новенькие для нас кнопки. Это и есть та самая внутренняя навигация с домиком и со стрелочками. Как правило, внутренняя навигация – это переходы между слайдами либо назад, либо вперед, либо к разделу, либо вообще на стартовую страницу. Стартовую страницу обычно рисуют в виде домика. Стрелка назад показывает, что на предыдущий слайд. Стрелка вперед – на последующий. Можно больше сделать стрелок. Вы можете в каждый раздел, допустим, сделать стрелочку. Единственное, что вам придется потрудиться, эти стрелки, эти кнопочки наносить на каждый слайд, чтобы внутреннюю навигацию между ними устроить. Вообще, в презентации есть обычные кнопки, как в PowerPoint. Знаете, есть кнопки для листания презентации – назад, вперед. Есть, они автоматически выставляются, но можно дополнительно сделать еще вручную их. Как это все делается? Выбираем кнопки в интерактивных метках. Там же мне люди, где вот эти вот выбирали все остальные меточки в интерактивных. Выбираем домики, стрелки, они там есть. Мы их перекрашиваем. Добавляем к ним интерактивность. Но только теперь выбираем раздел, который называется «Go to page». Перейти на страницу. Вот, например, у меня был домик. Переход на стартовую страницу. У меня открывается список всех слайдов с миниатюрками. Вот, пожалуйста, выбираем стартовую страницу «Cover», обложка. Ставим туда значок в кружочек, синенький. Нажимаем на «Save». Все, у нас сохранилось. А еще у нас здесь есть специальные кнопки. Следующая страница – «Next page», «Last page», последняя страница «Previous», предыдущая, «First», первая страница «Go back», назад. Можно даже выбирать не из списка, а выбрать вот из этих быстрых клавиш. Называются они «Actions». А можно вручную все проставить? Это трудоемкая работа, скажу сразу. Если у вас в презентации в виртуальной выставке было более 70 слайдов, то есть представляете, сколько времени мне потребовалось, чтобы все эти кнопочки нанести. И потом все это надо проверить, чтобы кнопки действительно шли на нужные страницы. Потому что, когда мы меняем порядок страниц, у нас навигация сбивается. Поэтому я, ну, из личного опыта, сначала делаем все слайды, презентации, а потом уже делаем навигацию на последнем этапе, чтобы ничего у нас не сбилось. Если у нас есть YouTube-канал, можем добавлять и наши видео. Немножко не поняла вопрос. А, внутри презентации, да, естественно, вы можете не только свои видео добавлять, вы можете добавлять любые видеоролики, которые захотите. Сейчас про видеоролики немножко поговорим. Да, по ссылке из YouTube вы можете добавить любое видео, какое захотите. Более того, скажу, я пробовала, можно добавлять видео из ВКонтакте. Если у вас есть группа ВКонтакте, вы можете добавить оттуда тоже видеоролик. Итак, ну, с навигацией, я думаю, понятно. Дальше. Добавляем страницы в презентацию. Ну, вот первую страничку мы сделали стартовую. Добавляем следующую. Можно нажать внизу кнопку Add Page, добавить страницы. А можно сбоку в меню выбрать кнопку Pages. Открываются возможности. А вот здесь то, о чем я говорила. Можно добавлять шаблоны, слайды из разных шаблонов. У нас открываются просто Template, Google Templates и My Creations. Template – это откроется тот самый шаблон, который вы взяли изначально. Дальше. Genial Templates – это у вас откроются все возможные шаблоны Genial. И мы можем вставить внутрь презентации инфографику, игры, гайд, тренировочные материалы, видеопрезентацию, все что угодно можем добавить, выбрав из Genial. Вот это тот вариант, когда мы можем вставить игру. Например, выбираем Gamifications. Открывается список всех шаблонов с играми. И мы можем вставить прямо внутри презентацию, чтобы у нас работала игра. Вот как с Мишкой у нас там было. Вот таким образом можно добавить геймификацию. My Creations – это значит, вы можете открыть все свои презентации, все свои материалы и добавить из одного проекта в другой проект. Например, так можно вставить. Вот таким образом у вас презентация может получиться внутри с инфографикой, с играми, с викторинами, с чем угодно. Это большой плюс. У вас получается такой симбиоз. Видеопрезентация. Давайте про этот вариант поговорим. Я раньше на него не обращала внимания, сейчас посмотрела. Думаю, какой хороший формат, надо взять на вооружение. Ссылочка, пожалуйста, в чат. Это по шаблону сделанная работа. Шаблон называется, по-моему, Галерея Гор Mountain Gallery. Вот так она выключится. Чем видеопрезентация отличается от обычной презентации? Она проигрывается автоматически. То есть вы сейчас переходите по ссылке, и начинается проигрыш. Там еще и музыка будет звучать. Музыку можно отключить внизу справа, если она вам мешает. Здесь презентация проигрывается самостоятельно. То есть здесь появляются картинки, появляются слайды, они меняются между собой, выезжает все, выплывает, все очень красиво. И, естественно, вы все это можете вставить на свой сайт и в блог, и у вас получится красота. Как это все работает? Выбираем шаблоны. Для видеопрезентации шаблонов не очень много бесплатных. Но из того, что есть, например, Галерея Гор, очень хороший шаблон. Вы можете поменять оформление, и у вас не горы будут, а что-то другое, например. Итак, вот этот шаблон, я его открыла. Здесь уже внутри шаблона уже все настроено. Нам остается только встирать тексты, вписывать свои, убирать картинки, добавлять свои. Если нам не нравится какой-то слайд, просто его удаляем из шаблона, и все. Можно слайд дублировать, можно их копировать, вставлять. До этого есть значок с тремя точечками рядышком с каждым слайдом, открываем. Там есть эти опции. А если еще и навести курсорчик, то появится значок с корзинкой, появится значок для копирования слайдов и тому подобное. Можно вообще с нуля создать видеопрезентацию, но тогда всю анимацию берете на себя самостоятельно. То есть вам нужно настроить автоматическое появление картинок, текстов. В общем, анимация. Здесь с кометой работаем, открываем поле анимации и настраиваем. Ну, а с шаблоном все очень просто. Просто меняем содержимое. Здесь особенно рассказывать не надо, потому что все кнопки нам знакомые. Остановлюсь только на настройке переходов между слайдами. То, о чем я еще не рассказывала. Переходы между слайдами делаются через кнопочку с волшебной палочкой. Вот она. Я ее в красную рамку вынесла. Открывается поле с правой стороны. Нам нужен раздел Transitions. Вот я взяла белый пустой слайд. И я хочу, чтобы он автоматически у меня появлялся. И потом еще за ним новый слайд, тоже пустой. То есть автоматический переход между двумя слайдами мне нужен. Выбираю раздел Transitions, переходы. Выбираю вариант анимации. С каким видом он будет переплывать. Либо просто будет меняться без анимации, либо как-то красивенько. Выбираю списка. И теперь мне нужно настроить, чтобы он через, допустим, 5 секунд или через 6 секунд поменялся. Для этого нам нужна другая вкладка. Она рядышком. Navigations. Вот это. Навигатор. Выбираем ее. И здесь уже настраиваем в секундах. Плюс-минус. Здесь 5 секунд по умолчанию. Через 5 секунд. Но если у вас много текста, и нужно, чтобы успели прочитать, то добавляем секунд. Если хотим побыстрее, уменьшаем. Здесь все очень просто. Вот таким образом мы делаем видеопрезентацию. Ну, анимацию картинок и текстов я уже рассказывала. Через значок комета вверху открываем, и все настраиваем. Тоже очень хороший, интересный вариант. Перешли мы к самому разнообразному виду гиммификации. Ох, очень любят библиотекари эти шаблоны. Действительно, они очень интересные. Игры здесь разные. Давайте смотреть, что здесь есть. Три вида игр. Квизы. Они же викторины, по-русски, если сказать. Игры, games, так и называются. И escape games. Чем они между собой отличаются? Квизы, викторины, понятно, на проверку знаний. Дальше. Игры – это просто больше развлекательного характера. Морской бой, игры-бродилки. Вот что-то вроде из этого. Споминаем настольные игры. Вот из этой оперы. Escape games – это квизы. Давайте я немножко расскажу о каждом. Естественно, здесь шаблонов много. Вот я открыла бесплатные. И здесь уже сразу их много. Про каждый шаблон отдельно рассказывать времени не хватит. Поэтому я в общих чертах расскажу немножко о каждом виде игр. А конструкторы для их создания все тот же, такой же, как и в презентациях. И вообще, если мы откроем шаблон для игры, то мы увидим, что он похож на презентацию чаще всего. И все знакомые нам кнопки в нем присутствуют. Ну, давайте я вам покажу несколько примеров. Ну, например, игра «Интеллектуальный дартс». Бросаем дротики в цель. Бесплатный шаблон. Пожалуйста. В чем суть? В случае правильного ответа «Дротик попадает в цель» – звучит поздравительная музыка. Если вы ответили неверно, музыка будет грустная, и дротик падает вниз. Наша задача – все 10 дротиков кинуть в цель. Не пугаемся, здесь можно повторить попытку. Если вы ответили неверно, вам предложат ее повторить. Шаблон в виде презентации. Сейчас я чуть позже покажу вам. Еще, ну, вот так он выглядит. Он похож на презентацию. Здесь уже все расписано, все слайды созданы. И в случае правильного и неправильного ответа служебные слайды тоже присутствуют. Если правильно будет одна надпись, если неправильно – другая. Настроен переход между слайдами, анимация всех объектов на экране. Наша задача – просто заменить картинки. Ну, я, например, в шаблоне не было картинок с минералами. Я их сама добавила. В шаблоне была сама мишень, был человечек и трутики. Вот эти. А все остальное я делала самостоятельно. Добавила картинки с минералами, настроила немножко анимацию. Ну, и, собственно, заменила тексты. И варианты ответов сделала. Когда мы открываем шаблон для этой презентации, у нас будет сразу написано, где правильный, где неправильный ответ. «Correct» – это правильный, «incorrect» – неправильный. «Correct», как правило, стоит первым в списке. Но вы можете мышкой поменять их местами. Это несложно, чтобы не все время на каждом слайде был первый ответ правильным. Вот. Это такая минимальная. В общем, вот такую викторину можно за полчаса создать совершенно свободно, если у вас есть готовые списки с вопросами. Давайте еще посмотрим варианты. Примерно по такому же типу создаются другие виды квизов. Вот, например, квиз детективный. Здесь немножко другое оформление. Пожалуйста, про Шерлока Холмса. Тоже три варианта ответа, оформлены они по-разному. Опять-таки, если ответили неверно, вам предложат повторить свою попытку. Дальше. Это немножко игра отличается от предыдущих. Называется «Секретное изображение». В чем там суть? Ну, если вы по ссылке перейдете, догадайтесь, что нужно делать. Часть картинки закрыта полупрозрачной пленкой. Такой подложкой. Вернее, нет, подложка – это внизу, это сверху. Накидкой. Не знаю, как ее назвать, но, в общем, заслонкой, шторкой. Вам нужно по видимым частям изображения догадаться, что нарисовано. Дается три варианта ответа, точно так же, как в квизе. Опять-таки, все внутри настроено. Правильные и неправильные ответы, к ним прикреплены реакции, настроена анимация, переходы между слайдами. Все есть. Единственное, что нужно, просто загрузить свои картинки, которые надо отгадывать. Ну, и придумать вопросы, естественно. А так все довольно несложно. Вообще, с шаблонами работать просто. Если вы только начинающий пользователь, то, вот, прежде всего, на шаблоны обращаем внимание. Шаблоны, естественно, можно перекрашивать, там, фон менять, картинки добавлять. Единственное, обращайте внимание на то, что если вы меняете слайды местами, или там какие-то изменения вносите, удаляете какой-то слайд, вам нужно проверить навигацию, чтобы в случае правильного ответа выплывала одна картинка, а в случае неправильного – другая. Вот этот вариант. Ну, а так, собственно, даже в шаблонах особого рассказа и не требуется. Ну, вот, например, еще один шаблончик. Покажу вам пазлы. Это тоже интеллектуальный квиз. Правда, здесь пазл не надо собирать вручную, как мы привыкли, двигать детальки. Здесь нужно отвечать на вопросы. И если мы ответили верно, то открывается картинка постепенно. Задача – открыть картинку. Называется пазл, шаблон. Вот такой интересный есть вариант. Это тоже можно в квизах найти. Тоже такой оригинальный квиз. Вообще, их тут много самых разнообразных. Мне там нравится пловец, который плывет к финишу. Есть там с маяком. Есть много-много других. В общем, все посмотрите, шаблончики полистаете, попрактикуйтесь и попробуйте создать с помощью шаблона. Ну, а потом по образцу и подобию можно уже и самостоятельно что-то создавать. Вот изнутри как пазл выглядит. Все точно так же. Презентация. От нас нужно загрузить картинку. Здесь все уже продумано. Нужные детальки у вас открываются, какие нужно открыть. Ну, и вопросики вписать. С правой стороны правильный, неправильный отметить. И все остальное сервис сделает за нас. Теперь, что касается раздела гейм, игры. Там шаблонов чуть поменьше. Ну, там очень много игр-бродилок. Есть даже морской бой. Правда, я немножко пока с этим шаблоном не разобралась. Но вот с бродилками. Вот вам такая ссылочка, например, на игру-бродилку. В чем суть? Помните, наверное, в детстве играли, бросали кубики и ходили по клеточкам. Здесь есть кубик. Он с правой стороны вверху. Он рандомный кубик. То есть нажимаем, он какую-то вам выкидывает комбинацию цифр. Есть инструкция, как выиграть в игру. Если вдруг мы забыли, там есть вот инструкция. Все как положено. Дальше ходим по кнопочкам, но виртуально ходим. На каждой кнопочке тут есть интерактивное задание со значком вопросиков. Не ко всем, но к некоторым присутствует. Нажав на вопрос, мы открываем дополнительное задание. Выполняем его. Вот такое вот. Бродилка с элементами интеллектуальной игры. Я бы это так назвала. Это тоже готовый шаблон. Вот эта карта уже нарисована. И есть поле для инструкции. Есть кубик. Кубик тоже уже сделан. Нам ничего делать не нужно. Остается только придумывать задание, добавить интерактивные кнопки. Но мы это уже с вами умеем. И все это довольно быстро и просто доставляется. Можно вот такую бродилку. Для детской аудитории отлично заходит. Но изнутри она выглядит вот так. Вообще тут только один слайд. Похоже на интерактивный плакат. И мы наносим метки. Вот так выглядит сам шаблон. Естественно, мы стираем эти надписи, добавляем свои. Ну, и кубик уже есть. Кнопочки добавляем. Да, мы можем от всякого шаблона создать свои материалы. Мы выбираем шаблон, а дальше его редактируем так, как посчитаем нужным. Можно удалить фон. Можно добавить свое игровое поле. Ну, в общем, тут можно сделать практически все, что хотите с этим игровым шаблоном. Все элементы практически здесь заменяемые. Веб-квесты. Это самые такие сложные. Ну, я думаю, понятно терминология со словом квест. Что это такое? Веб-квесты – это у нас такие игры, которые создаются из нескольких этапов. То есть в каждом этапе нам нужно выполнить серию каких-то заданий. На каждом этапе мы можем либо собирать какие-то артефакты, какие-то коды, либо просто мы должны пройти все этапы и ответить на все вопросы правильно, и в итоге получаем какой-то приз итоговый. Они бывают разные. Но смысл в том, что от этапа к этапу мы должны отвечать на какие-то вопросы, выполнять какие-то задания. И если мы все делаем правильно, то мы победители. Ссылочку первую я вам отправила в чат. Квест – это квест, самый нижний шаблончик «Christmas Escape Room» называется. Нужно ответить на задание. Задание придумываете вы. Шаблон предлагает нам этапы. Внутри каждого этапа список заданий. Ну, а вы просто как слайды презентации редактируете, стираете то, что там есть, добавляете свое содержимое, свои вопросы. Ну, здесь вот такие вот загадки, книжки, мультипульсы, ледяные репусы. Разные виды заданий. Ну, и в конце финиш. Внутри презентации, внутри этого шаблона уже все настроено. Нам нужно только задание придумать. И тематика уже выбрана новогодняя. Можно, конечно, это все переделать и сделать в другой тематике, но это затратно очень. Проще уже взять готовое. Вот на ледяную тему, на зимнюю тему можно создать. Шаблон изнутри выглядит следующим образом. Вот у нас стартовая страница с этапами пути, а дальше пошел первый этап. Вот у нас задание 1 из 4. То есть в первом этапе у нас 4 задания. Дальше у нас есть какой-то вопрос, варианты ответа. Вот то, что я говорила, рон анс – это правильный ответ. Ой, рон анс – это неправильный, райт – правильный. То есть второй – верный. Мы вписываем сюда свои варианты ответов, сохраняем, переходим к следующему слайду. Вот так и работает это все. Еще один вариант хорошего шаблона называется музейный квест. Квест по музею. Подходит, наверное, по тематике, если искусство, ну вот автор этого квеста придумала книжки. То есть в рамках у нас должны, вероятно, книги появляться. Ответы связаны с литературой. Ну, как библиотечный квест тоже подойдет. Тут варианты. Переходим из зала в зал и выполняем какие-то задания. Отвечаем на вопросы, чтобы картина появилась в раме. Можно взять произведение искусства, можно книги взять, можно какой-то другой вариант. Ну, само оформление уже все сделано. Наша задача – только наполнить это все контентом. Вот изнутри это выглядит так. Стартовая страница с залами. Тут у нас есть первая, вторая, большая комната. Тут несколько этапов, четыре, по-моему, их присутствуют. У нас есть дополнительная информация. Слайд у нас с левой стороны уже все собрано, настроено. Задача у нас только заменить контент. Как открыть режим редактирования шаблона? Очень просто. Щелкаем по шаблону, и там появится кнопочка «Юз использовать». Нажимаем на кнопку «Юз», он откроется. Вот и все. Просто в списке его находим. Я список в самом начале показывала. Сейчас вернусь назад. Вот он. Ну, понравился нам вот этот шаблон. Если мы по нему щелкнем, откроется предварительный просмотр. А внизу под предварительным просмотром будет кнопочка «Юз использовать». Вот ее и жмем. Синяя кнопка. И дальше он откроется для редактирования. Дальше мы уже можем в нем работать. Ну, и еще один шаблон, он тоже бесплатный, покажу. Это у нас приключенческий шаблон. Ой, ссылку потеряла, извините, на него. На самом слайде есть презентация. Ну, я думаю, смысл здесь понятен даже без ссылки. Здесь у нас есть карта, на ней какие-то метки. Это этапы нашего квеста. То есть перемещаясь между этапами, отвечаем на вопросы. Здесь интересность квеста в том, что мы по каждому этапу получаем какой-то кусок шифра. Здесь у нас есть внизу такой кодовый сейф. Нужно этот код ввести, собранный из разных этапов, и тогда сейф должен открыться. А если шаблон уже открыт, вы можете по нему щелкать и его редактировать. Щелкаем по слайду, как в презентации вы работаете, как в PowerPoint. Первый слайд, а потом внутри самого слайда вы щелкаете любой объект и его меняете, если захотите. Все как обычно. Это и есть режим редактирования. Вот он. То есть вот я открыла, допустим, щелкнула второй слайд, у меня по цифре 5 идет вот этот. А дальше я могу щелкать мышкой на вот эти вот крестики, могу щелкать на надписи, и там редактировать. Могу на заголовок щелкнуть choose your destination, стереть его и написать свой заголовок. Вот так и работаем, как в PowerPoint, все то же самое. Дальше. Почему я так мало рассказала про игры? Ну, потому что шаблонов, во-первых, много, про них про всех не расскажешь, а во-вторых, они все работают точно так же, как в презентации. Единственное отличие, что там навигация настроенная, правильный, неправильный ответ и все настраивается. Когда, если вдруг вам шаблонов окажется мало, то обращаю внимание на blank creations. Это с нуля создать. Вы потратите много свободного времени на создание игры, но она у вас будет уникальная. Придумайте свой шаблон, свой дизайн, свои кнопочки, все сделайте вручную, и у вас будет просто загрязнение, ручная работа, конфетка. Но это уже, когда вы станете более продвинутыми. Я до сих пор все по шаблонам больше специализируюсь. Сейчас про тренинг материалы тоже дойду, не волнуйтесь. У нас остались гайды и тренинг материалы. Про них я расскажу. Гайды. Что это такое? Ну, вот пример шаблона. Сейчас ссылочку вам отправлю. Это различные руководства, справочные рекомендации и тому подобное. Когда у вас есть много информации, и вы хотите ее вместить, то можно выбрать гайд. Ну, вот примерчик, например. Это как виртуальная выставка, сделанная в формате гайда. У нас есть книги, это шаблон, нарисованы на нем книги. Мы пишем надписи, и нажимая на название книжки и на кнопочку рядышком, мы открываем эту книгу и читаем про нее информацию. Таким образом это работает. Очень несложный шаблон, на самом деле. Есть гайды вот такие, не очень сложные, есть посложнее, многостраничные, там много всего контента. Но я смысл, думаю, понятен. Изнутри как выглядят? Это вот так. Это был видоизмененный шаблон, сам шаблон изначально выглядит следующим образом. Мы можем поменять фон. Если нам не нравится это растение в этом стакане или в графине, мы меняем фон. Книжки хотим, можем поменять книжки. Ну, в принципе, тут уже все красиво разложено, можно оставить как есть. Вместо вот этого заклинания Lorem Ipsum мы добавляем свой текст. И таким образом у вас в каждой книжке уже прикреплена интерактивная метка, и мы смотрим, что очень красивые слайдики дальше открываются. Открывается картинка с книжкой, информация об этой книжке и так далее. Очень красивый вариант для виртуальных выставок. Мне он понравился, взяла на заметку. В гайдах можете посмотреть, там есть и учебные разные красивости, можно руководство создавать, вот для учебных материалов можно. Как сохранить готовый проект в проводник? Скачать, сразу скажу, у вас не получится на компьютер, это платная опция, вы не сможете скачать готовый проект. Он у вас будет существовать в вашем личном кабинете, вы можете получить на него ссылку и код. Вот, сохранить только платно, это платная опция. А вот ссылка и кодом можно делиться. Тренинговые материалы. Тоже несколько слов скажу, потому что они тоже строятся по принципу презентации чаще всего. Что можно в тренинговых материалах найти? Слайд я не сделала отдельно, я вам расскажу на словах, что там есть. Там есть флеш-карточки, там есть ментальные карты, там есть ленты времени, там есть очень много полезных форматов, которые вы можете использовать в учебной деятельности. Мне понравились флеш-карточки, поэтому я их покажу, а вообще вы можете самостоятельно потом исследовать, посмотреть. Там много очень хороших, интересных форматов, которые не часто используются. Но вот из того, что я заметила, ленты времени, ментальные карты и флеш-карточки. Они тоже все работают по принципу презентации. Ну, например, вот я вам флеш-карточки отправила, это я вчера экспериментировала, мечтала об отпуске, и вот, пожалуйста. Итак, флеш-карточка выглядит следующим образом. С одной стороны какое-то изображение, переворачиваем, а там появляется информация, связанная с этой картинкой, какая-то дополнительная информация. Вот таким образом она выглядит. Очень красиво все смотрится. Есть кнопочки. Шаблон выглядит как презентация. Правда, он только из двух слайдов. Я его перекрасила, загрузила фоновую картинку, другую, как мы видим. Кнопки оставила те же, только я их перекрасила в другой гамме, заменила текст. Ну, а дальше я просто дублировала эти карточки и их оформляла в соответствии со своими запросами. Вот у меня обратная сторона выглядит так. Та же самая картинка и рядом небольшая информация. Мне показалось, что это можно использовать не только для тренинга, но можно, например, в виртуальной экскурсии так делать, рассказывать о книгах, например, да все, что угодно сюда можно заключить. Изначально ведь флеш-карточки, они создавались для изучения иностранных слов. Здесь вы можете картинку загрузить, там, кошечку. С обратной стороны написать, что кошка по-английски cat и что там это слово такое-то и какую-то еще дополнительную информацию. Поле там есть. Все получается довольно красиво и интересно. Мне вообще этот шаблон очень понравился. Я его себе взяла на заметку. Он бесплатный. Вот, поэтому можно использовать. Точно так же там есть и шаблоны с ментальными картами. Я думаю, знаете, да, в качестве древовидной структуры, там, стрелочки в разные стороны, вы можете добавить там интерактив. Кстати, вы можете в эти флеш-карты добавить еще интерактивные метки. Помните про это. И вы можете сюда, там, с каждой из сторон добавить еще много-много разных кнопочек, чтобы ваши пользователи узнали еще больше информации и походили по разным ссылочкам. Вот вдруг у вас есть игра про ярославские кремы или раз сюда добавили интерактивную метку со ссылкой на эту игру. И, пожалуйста, у вас заиграла работа еще больше. В общем, тут огромный простор для творчества. Просто бесконечно можно все перечислять. Плюсы в адрес этого сервиса. Еще несколько слов расскажу про совместную работу. Я ее анонсировала в самом начале вебинара, как работает совместная работа. Открываем в личном кабинете нашу готовую работу. Нажимаем на значок с человечком. Наводим курсор, появляется такой человечек. Нажимаем на этот значок и открывается окошечко коллаборейта с коллаборацией. Вот где такая вертикальная линия с кнопочкой Invite, мы сюда вписываем адреса электронной почты. Кого хотим пригласить? Приглашаем через запятую кнопочкой Invite. Вот сейчас я только один пользователь. Если я приглашу еще кого-то, то здесь появится список моих соавторов. Я их всех пригласила, они по электронке получат приглашение, им нужно тоже будет зарегистрироваться, и мы можем совместно что-то работать. Можно ли в шаблон вставлять презентации, ссылки на другие шаблоны? Можно вставить ссылку на другую Genial. Более того, одну Genial можно вставить в другую Genial. Совершенно спокойно. Вы сделаете одну, скопируете на нее ссылку и код, и вставите сюда без особых проблем. Вот. Но вы рано прощаетесь, честно говоря. У меня было еще несколько слов про сакральные знания. Буквально несколько слов. Здесь больше анонс, чем рассказ. Для продвинутых пользователей. Если вам тесно внутри шаблонов, и хочется еще и побольше, то есть такое сакральное знание, называется оно расширение. Продвинутые пользователи делятся этими расширениями друг с другом, рассказывают им. Я покажу потом, где они делятся и где рассказывают. Есть такие расширения. Это специальные коды, которые позволяют еще больше расширить возможности Genial. Вдруг вам тесно внутри этих возможностей. Есть такой канал на YouTube. Виктора Токана. Есть там видеоинструкции по расширениям. Но это такие коды, которые мы вставляем внутрь презентации Genial и получаем возможность создать разные дополнительные игры, например. Ну, что здесь можно, например? Создать эффект перелистывающихся страниц. Головоломки создавать, кроссворды, игры «Найди пару», расположить числа по возрастанию, игра «Найди пять отличий» и многое-многое другое. Откуда эти коды берутся? Есть такое французское сообщество учителей, Escape оно называется. Они на своем сайте, на своем блоге рассказывают об этих расширениях. Не знаю, сами ли они придумали, разработали ли программистами, но они предлагают эти коды. Их можно скачать в себе, в личный кабинет Genial, и что-нибудь такое с ними сделать. Это плейлист, ссылка на него. Там видеоинструкции по разным расширениям. Я вам покажу одно, потому что тут много всего. Покажу вот такое, с перелистывающимися страничками. Давайте я вам скину ссылку, чтобы вы полистали, посмотрели. Чтобы перелистывать странички, вам нужно нажимать на страничку, на саму. Итак, как это все работает? Ну, увидим, да? Это простая анимация, хотя не так уж мне просто с ней пришлось, пока я разобралась, что к чему. Но спасибо видеоинструкции, она есть, потому что есть и текстом, но оно на французском языке. Я с этим не очень в ладах, поэтому по видеоинструкции получилось. Итак, как это все делается? Буквально несколько слов. Эффект перелистывающих страниц. Так, собственно, работают все расширения. Заходим на сайт с расширением. Я ссылку на само расширение добавила на слайд, если вам понадобится, можете по ней переходить. Итак, внизу есть кнопочка «Reuse this generally». Это значит, что мы можем вот этот шаблон, вот этот, как это назвать? Ну, шаблон, да, сохранить у себя в личный кабинет. Нажимаем на эту синюю кнопку, и этот шаблон у нас в личном кабинете generally появился. Это первый шаг. Второй шаг. Создаем blank creation. Вспомним, это самая последняя кнопочка. Белая. Презентация. Вот пустой слайд, беленький. На него добавляем книжку, у которой мы хотим, чтобы перелистывались страницы. Книжку находим через Google Поиск, через Яндекс.Поиск, ПНГ, какое-нибудь изображение. У меня вот такая книжка. Лучше, чтобы у нее были ровненькие странички. Я поняла свою ошибку. Надо было с ровными страницами брать, чтобы анимация была поаккуратнее. У меня чуть-чуть они с наклоном. Ну, ладно, я попробую на этом. Потом покажу, что вышло. Итак, вставила на слайд. Очень просто. Загрузила, добавила. Следующий этап. А дальше мне нужно сделать две копии этой книги. И у каждой копии сделать одну страничку. Левая страничка у нас и правая. Вот через функцию обрезки. Щелкаем по страничке, ну, как в PowerPoint, все то же самое. Обрезаем. Вот я обрезала. У меня левый разворот, правый разворот получился. Вот. Дальше я эти странички нумерую. Слева у меня будет 2,4. Справа у меня будет 1,3. Ну, как в книгах, да, четное слева, нечетное справа. Пронумеровала. Дальше. Теперь эти номера, чтобы они не сползали, нужно прикреплять к страницам. Есть такая опция. Я про нее не рассказывала, но я вам хочу про нее рассказать. Очень полезная штука. Называется группировка. Как это работает? Выделяем номер странички и щелкаем по самой страничке два объекта через кнопку Control. То есть сначала щелкаем по цифре, допустим, зажимаем Control и щелкаем по страничке. Выделилось два объекта. Вверху появляется вот такой значок, который у меня в красной рамке. Я по нему и нажала. Сгруппировала. Теперь, чтобы я не делала с этой страницы, цифра у меня никуда не съедет. Она останется на самой страничке. И так я сгруппировала все номера по всем страницам. Дальше. А дальше пришел вариант с моим шаблоном, который я скачала в самом начале. Я нажимаю на кнопку Add Page внизу в красной рамке. Открываю раздел My Creations. Выбираю шаблон. Он называется Tongue. И из этого шаблона, который я скачала, выбираю самый последний слайд. Вот этот голубенький. Add – добавить. Добавляю. Вот он у меня добавился. Вот такой синий. Здесь какие-то странные коды на французском языке. Нам нужны те, которые я в красную рамку вынесла. Я их условно назвала Goge. Это первый Page Goge. И второй у меня Page Drute. Не знаю, как это по-французски, но я так обозвала. И вот это вот то, что в желтом поле – длинная надпись. С длинной надписью все очень просто. Копирую. Правой клавишей мыши – копия. Возвращаюсь на свой слайд и вставляю это куда-нибудь, в любое место. Например, я в правый нижний угол вставила кусочек виднеется этого желтого кода. Дальше. А с этими Goge и Drute я их вставила на странички. Goge я вставила на страницы, которые слева, а Drute, которые справа. И опять сгруппировала. Теперь я уже сгруппировала три объекта. Страницу, номер и код. И у меня вот, наконец, такое получилось с кодами. Коды вроде вставила. Что дальше сделать? Ну вот у меня получилось вот так. Дальше мне эти странички нужно разложить по порядку. По какому порядку? С левой стороны по возрастанию. То есть два, а потом сверху четыре. Аккуратненько друг на друга накладываем. Да, согласна взрывно-воскар. Это сакральное знание, я вам рассказываю, для продвинутых пользователей. А с другой стороны в обратной хронологии. То есть один, а под ним будет лежать три. Аккуратненько друг на дружке. Получая, у нас будет листалка по ходу. Вот. Ну и все, остались коды. Вот эти. Goge и Drute. Ну, вы знаете, что куда добавлять. Берем код и вставляем его на страничку. Вот эту верхнюю и на эту. Самое главное, нам нужно растянуть. Ох, слайд я удалила. Вот он. Нам нужно растянуть, чтобы этот код занял всю поверхность странички. Вот так, рамочкой. И опять сгруппировать это все. И точно так же сделать с другой стороны. Все. Листалка готова. Правда, она пустая. Но, не знаю, стоило ли оно того или нет. Конечно, по шаблонам работать намного проще. Спросите у продвинутых пользователей, как им работать с этими вещами. Я вчера взяла видеоинструкцию в зубы и вот по этой видеоинструкции сделала. Добавила туда еще картинок. Что делать с контентом? Эти коды будут не видны. Вы их увидите только на предварительном просмотре, когда откроете свою работу. Но там же нужен какой-то контент на этих страничках. Поэтому перед тем, как вставлять коды, перед тем, как вот это все раскладывать, страницы, вы их сначала сделаете, пронумеруете, вставьте туда контент и только потом уже добавляете коды. Это из личного опыта. Я просто наугад каких-то картинок надобавляла и сделала листалку. Посмотрите, что у меня получилось за полчаса моих мучений. Расширение – это такая вещь. Но если вдруг вам нравятся вот такие вещи, если вдруг вы уже такой опытный юзер, то можете попробовать поиграть с расширениями, их там достаточно много. Я вам говорила о том, что в презентациях есть внутри уже изначально стрелочки – вперед-назад. Вы можете их удалить, сделать функцию микросайт. Например, вот у этой книжки мне не нужны стрелочки сбоку. У меня слайд будет один, куда там листать, зачем. Там будет в конце служебный слайд с этими кодами. Я не хочу, чтобы туда пользователи попадали, поэтому я эти кнопки удалю. Внизу есть значок с кнопочками, мы его нажимаем, выбираем опцию микросайт. Все, эти кнопки удалятся. У вас будет просто один слайд, никаких дополнительных кнопок для перелистывания не будет. А дальше, если вы захотите уже на другой слайд куда-то перебраться, вы уже дополнительно самостоятельно вручную будете эти кнопки рисовать и делать. Ну и последняя полезная настройка, про которую я совсем забыла, но когда делала презентацию, наконец про нее вспомнила. Это функция reusable. Очень многие пользователи, которые создают работы в Genial, разрешают другим пользователям пользоваться своими работами, сохранять их себе в личном кабинете и потом редактировать. Ну, как шаблон сделать. Ну вот про дротики я вам кидала, икру. Она, функция у нее есть reusable. Использовать еще раз. Обращайте внимание, пожалуйста, у вас внизу под работой будет такая синенькая кнопочка reusable. Использовать второй раз. Вы можете на нее нажать, у вас шаблон сохранится в личном кабинете, вы можете самостоятельно там поэкспериментировать. Как поделиться этим шаблоном, если вдруг вы захотите, чтобы все попользовались вашей замечательной работой, выбираем в настройках, открываем настройки своей работы и выбираем в разделе Privacy, выбираем функцию reusable. Ставим вот этот вот маркер, ползунок, переводим его вправо. И вот, пожалуйста, обязательно сохраняем All Set. Все, теперь ваши работы могут попользоваться. Единственное, обращаем внимание на то, что вам могут разрешить ей пользоваться, но если эта работа создана в платном шаблоне, то ничего не получится. Поэтому reusable нажимаем, но если вдруг не получается, значит, это платная была презентация или платный какой-то ресурс, у вас не получится его переделать. А вот бесплатными совершенно спокойно можно пользоваться. Если вдруг вам понравилась чья-то работа, и вам разрешили, пожалуйста, в личный кабинет ее сохраните и редактируйте под свои задачи и под свои нужды. Вот так. Про Дженнили можно, конечно, бесконечно много рассказывать. Тут информации огромное количество. Я вам обещала показать, где пользователи делятся своими работами и сакральными знаниями. Ну, во-первых, есть руководство на русском языке по работе в сервисе Дженнили. Ссылочка первая. А вторая – это группа «Мы все дженнили ВКонтакте». Вот про расширение, про работы. Там все можно почитать и посмотреть. Плюс там можно делиться своими работами. Одно время там проводили конкурсы на лучшие Дженнили. Можно было свою работу выдвинуть на конкурс и в качестве приза получить, например, подписку на платный тариф. Сейчас это все приостановилось, насколько я поняла, в связи с объективными условиями. Но, тем не менее, если вы хотите чем-то похвастаться, пообщаться с пользователями, спросить совета, то, пожалуйста, вступайте в эту группу. Она, правда, закрытая, но без проблем туда принимают. Вы можете там свои работы представлять. Спасибо. ВК все еще действует, дают каждый месяц. Ну, отлично. Просто я в этом месяце еще пока не видела. Еще бы времени побольше, с вами согласна, да. Поэтому я пока только за шаблоны, потому что активистам дают и победителям конкурсов дают. Я пока только за шаблоны, потому что, к сожалению, я тоже очень ограничена во времени. И расширение это все, конечно, отлично, но в условиях сжатого времени приходится работать с тем, что есть. Спасибо большое за внимание. Спасибо за то, что... Да, за шаблоны и будущее, согласна с вами. Спасибо за внимание, за то, что приходили на вебинары. Я подвела этим вебинарам итог всего. Обучение курса. Как всегда, все остальные вебинары смотрите на канале Директ Академия, если вдруг что-то заинтересует. Если у вас есть какие-то предложения по следующим вебинарам, то пишите на электронную почту, вдруг вы хотите о чем-то дополнительно услышать. Я по запросам буду формировать темы. Если в следующем году Директ Академии случится работать, то с удовольствием расскажу вам. Координаты на экране. У меня есть блог, у меня есть группа, у меня есть канал в Телеграм. Для тех, кто не знает, пожалуйста, присоединяйтесь, чтобы быть на связи. Ну, а я с вами тогда буду прощаться. Спасибо вам за вопросы, за комментарии, за вашу реакцию. Это очень приятно. Меня согрело в мой морозный летний день. Ну и всего доброго, до новых встреч. Ой, да, вопросы не увидела. Сервис только на английском языке? Да, сервис на английском, через Google переводчик? Да, переводится. Не закроется ли сервис как Canva? Ох, ну как сказать? Это такой вопрос не ко мне, я бы даже сказала, потому что это сервис англоязычный. Он, по-моему, у него штаб-квартира в Испании, если я ничего не путаю. Поэтому это все будет зависеть не от нас, к сожалению, с вами. Все может быть, сегодня работает, завтра не работает. Мы все живем в подверженном состоянии, поэтому ничего гарантировать не могу. Пока сервис работает, пока информации о его закрытии не было, мы будем рассчитывать на то, что он будет работать и дальше. Пока вот только так могу вам сказать, с надеждой на лучшее будущее. Ну вот, всего доброго. Ой, спасибо за умницу и трудягу. Да, я стараюсь. Вот, всего вам доброго и до новой встречи. Ну, а я тогда вот. Продолжение следует...